Патрульно-постовая служба полиции – самая народная служба. Сотрудники этого подразделения всегда на виду горожан. Они борются с преступностью и обеспечивают правопорядок на улицах, площадях, вокзалах и в других общественных местах. Сегодня это подразделение полиции считается наиболее многочисленным и высоко мобильным. Наш батальон насчитывает порядка 214 сотрудников, то есть в первую очередь в составе батальона 70 взводов, из них три мобильных, четыре обычных, плюс кинологическое отделение, штат кинологического отделения, 20 человек, служебных собак – 15. Вообще патрульно-постовая служба сама предназначена для защиты, чести и достоинства граждан, охраны общественного порядка. Служба в ППС под силу не каждому и не только из напряженного графика работы. Постовым полицейским часто приходится рисковать жизнью, контактировать с преступниками. Если мы находимся на машине патрулина и у нас поступает вызов, мы его покидаем и по указанию дежурного отправляемся на семейный скандал, нарушение тишины, разные случаи. Профилактика правонарушений занимает особое место в работе стражи порядка. Например, приходится задерживать граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Паспорт есть, чтобы писать? Конечно. Можно представить? Да. Сегодня паспорт. Был выявлен гражданин, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Данный гражданин будет доставлен в первый отдел городской полиции для составления административного протокола за нахождение в состоянии алкогольного опьянения. Будет находиться до полного вытрезления, после чего ему будет выписана квитанция и будет отпущен домой. Табельное оружие, наручники, резиновая дубинка, радиостанция. С таким боевым набором сотрудники патрульно-постовой службы ежедневно выходят на улицы города. Обеспечивать безопасность граждан и бороться с преступностью работа трудная. В этом году патрульно-постовой службе полиции исполнится 94 года. Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».